Добрый день уважаемые трейдеры, в этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Forex, которая называется 2TF. Более подробно данная стратегия описана на сайте strategyfo.ru, там же можно скачать и шаблон для терминала МТА4 к данной стратегии. В первую очередь скажем, что по данной стратегии торговля ведется одновременно на двух временных интервалах, то есть и на дневном графике мы торгуем и на четырехчасовом графике. Сигналы на вход в рынок у нас одинаковые, сделки заключаются на обоих интервалах и независимо друг от друга они сопровождаются. Рекомендуемые валютные пары это британский фунт, американский доллар и евро-доллар. Для начала нам потребуется установить на график следующие индикаторы. Это две экспоненциальные скользящие средние с периодом 5 и с периодом 10, индикатор ADX с периодом 28 и индикатор MACD с параметрами 5, 10 и 4. Теперь давайте разберем условия для входа в рынок. Начинаем мы с дневного графика фунт-доллар. Итак, для того, чтобы рассматривать варианты на покупку, у нас должно произойти следующее. Быстрая скользящая средняя должна пересечь медленную скользящую среднюю снизу вверх, то есть она должна оказаться выше скользящей средней с периодом 10. После этого мы обращаем внимание на индикатор ADX. Здесь линия плюс DI, она у нас синего цвета, должна быть выше линии минус DI, она у нас красного цвета. Это условие у нас также выполнено. А индикатор MACD должен находиться выше своей нулевой отметки. То есть все эти условия у нас здесь выполнены. Мы на закрытии этой свечи заключаем сделку на покупку. Стоп-лосс устанавливается под минимумом данной сигнальной свечи. А тейк-профит для валютной пары британский фунт, американский доллар составляет 250 пунктов. А для валютной пары евро-доллар на дневном интервале тейк-профит составляет 200 пунктов. После прохождения в положительной зоне половина расстояния до целевого ориентира, то есть если это у нас фунт-доллар, значит 125 пунктов. Как только мы проходим в положительной зоне, мы переводим нашу сделку в безубыток. Что касается евро-доллара, то там надо пройти всего лишь 100 пунктов, так как половина нашего тейк-профита равняется 100 пунктам. Тейк-профит сам 200 пунктов. Теперь давайте посмотрим, какие условия для заключения сделок на 4-часовом интервале. Смотрим на покупки. Здесь у нас в принципе должны быть выполнены те же условия. Быстрая скользящая средняя выше медленной скользящей средней. Линия плюс DI выше линии минус DI. И индикатор MACD выше нулевой отметки. Мы заключаем сделку на покупку, но здесь стоп-лосс мы устанавливаем на 3-5 пунктов ниже медленной скользящей средней. Это у нас зеленая скользящая средняя с периодом 10. Что касается тейк-профита, для 4-часового графика, для валютной пары евро-доллар он составляет 60 пунктов, а для валютной пары фунт-доллар он составляет 70 пунктов. После прохождения 40 пунктов, это касается 4-часового графика, в положительной зоне сделки мы переводим в безубыток. Думаю, уже сейчас понятна суть данной стратегии. Давайте быстро посмотрим на примеры для продаж. Сначала на дневном графике. Это у нас дневной график евро-доллар. У нас здесь быстрая скользящая средняя должна пересечь сверху вниз медленную скользящую среднюю. Как только она оказалась ниже медленной скользящей средней, мы обращаем внимание на индикатор ADX. Здесь линия минус DI должна уже оказаться выше линии плюс DI, а индикатор MACD должен находиться ниже своей нулевой отметки. На закрытии этой свечи мы заключаем сделку на продажу. Стоп-лосс выше максимума данной сигнальной свечи, а тейк-профит, так как это у нас валютная пара евро-доллар, на расстоянии 200 пунктов. Еще раз напомню, для пары фунт-доллар на дневном интервале тейк-профит равняется 250 пунктов. После прохождения половины расстояния до целевого ориентира мы переводили нашу сделку в безубыток. И то же самое в принципе у нас происходит и на 4-часовом графике. То есть вот обратите внимание, здесь как только быстрая скользящая средняя оказалась ниже медленной скользящей средней, мы обратили внимание на индикатор ADX. Здесь линия минус DI находится выше линии плюс DI, а на индикатор MACD показания находятся ниже нулевой отметки. Мы заключили сделку на продажу. Стоп-лосс немного выше медленной скользящей средней, но так как здесь у нас не так далеко и максимум данной свечи, а минимальный стоп-лосс, кстати, я забыл уточнить, равен 35 пунктам. И как раз на этом расстоянии мы, кстати, здесь и установили наш стоп-лосс, минимальный стоп-лосс. То есть если расстояние до стоп-лосса будет меньше 30 пунктов, мы все равно устанавливаем 35 фиксированных пунктов. После этого мы видим, цена пошла в нужном направлении и, в принципе, после прохождения 40 пунктов переводили мы сделку в безубыток. Целевой ориентир по валютной паре фунт-доллар для 4-часового графика расположен на расстоянии в 70 пунктов. Как видите, мы достигли этого уровня и зафиксировали прибыль. Вот, в принципе, и все по данной стратегии. С вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. До свидания.